В микрорайоне Пригород Лесное первые заселения. И, конечно, для комфортного проживания необходимо удобное передвижение. Виновское ПТП к этому подготовилось. О нововведениях рассказала заместитель директора по перевозкам Юлия Фуфаева. На сегодняшний день открыт новый заезд по маршруту номер 367. Это поселок Володарского, станция метро Домодедовская. Заезд осуществляется в Пригород Лесное. То есть там сдана уже первая очередь домов. Десять домов сданы, пять тысяч жителей активно заселяются. Новый микрорайон расположился в отдалении от больших дорог и магистралей. Поэтому вопрос о возможности выбраться в большой город особо актуален. И несмотря на то, что жители только заселяются в свои новые квартиры, они уже активно пользуются общественным транспортом. До метро тут добраться, кроме общественного транспорта. То есть у людей, у кого нет машины, только один выбор. Поэтому это хорошо, здорово, что здесь автобусы часто ходят. Я вот добирался, в принципе, очень удобно. На территории нового района установлено пять остановок, до которых быстро и удобно добраться с любой точки жилого комплекса. На маршруте работают большие вместительные автобусы. А интервал движения составляет примерно 30 минут. Район большой, соответственно, из дальних домов достаточно сложно добираться. Остановки практически везде установлены. Очень удобно. Да, естественно, пользовалась не так часто, конечно, но добиралась, удобно очень и ходит достаточно часто. Правда, с 1 июня на маршруте 367 произойдут изменения. Этот рейс, а также 471, 364 и 356 от Видновского ПТП перейдут к частным перевозчикам. Мы работаем сейчас в паритете, практически 50 на 50. Они обслуживают эти маршруты автобусами малого класса, мы большим классом. В дальнейшем, с 1 июня принято такое решение, что целиком наши соисполнители будут обслуживать эти маршруты. Решение принято на вышестоящем уровне. Конечно, Видновское ПТП всячески старается на сегодняшний день. Вот вы видите, у нас новые транспортные средства поступили. Мы имеем техническую возможность и кадровую возможность обслуживать все маршруты, которые мы обслуживали ранее, своими собственными силами. А вот справится ли новый перевозчик с таким большим объемом работы? Ведь жителей в Ленинском районе с каждым годом становится все больше, и востребованность в пассажирских перевозках увеличивается. Алексей Медников, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.